6 декабря в Украине отметили День Вооруженных Сил. Сейчас запорожские военнослужащие, где бы не выполняли свой долг, доказывают, что остаются верны славным традициям предков казаков-запорожцев. В благодарность за мужество, мир и спокойствие в регионе с профессиональным праздником военных поздравили представители бизнеса и волонтеры. Батальон народного ополчения СИЧ сформировали совсем недавно. Главная задача – не пустить врага в Запорожский край. Из тех, кто приходит добровольцами, примерно 40% никогда не держали в руках оружие, говорит комбат. Поэтому все знания от теории до практики им стараются дать в бывшей радиотехнической школе. Надо понимать, что вот эти навыки, они касаются всей жизни, они не касаются оружия. Просто человек должен приучиться ломать себя, приучиться быть мужественным, приучиться понимать, что мама и папа, бесконечные его любящие, это не все. Мир большой, и он такой, как он есть. И любой человек должен быть в нем отвечать на эти вызовы. Люди с таким настроением, что нужно защищать родный край. То есть они готовы, у нас все добровольцы. Они приходят и говорят, дайте нам оружие, дайте нам возможности, навыки, потому что мы готовы. В оружие наше находится в військомате, оружейка. В соответствии, когда нам нужна оружие для стрельб или для справки с оружием, мы на основе військомата открываем оружейку, отримываем оружие и выезжаем на полигон, или куда, и проводим эти справки. Представителям бизнеса обратились с просьбой помочь медикаментами. Бизнес откликнулся и даже больше. Сертификат на 10 тысяч гривен. Этого хватит на кровоостанавливающие средства. Ещё обещают предоставить по заявленным размерам зимние военные ботинки на меху. Производство запорожской фабрики. Кто, как не бизнес, может сегодня помочь армии. Кто, как не волонтёры, сегодня в первую очередь снабжает армию. Благодаря людям, которые искренне верят в то, что каждый из нас достоин лучшего будущего, мы делаем такие поступки, совершаем такие поступки. Изначально в батальон Сич записалось более 300 человек. Часть ушла с добровольческими батальонами и 55-й артбригадой на фронт или в роты обороны при военкоматах. Сейчас Сичи снова начали набирать людей. Пришли ещё 200. Всех их надо обеспечить, обучить и вооружить. Так что помощь бизнеса и волонтёров в частичном решении этого опроса сложно переоценить.